Папа Франциск собирается навестить Путина. Суета в Москве. Статья Яна Леонида Барнштейна, опубликованная 11 июля 2022 года, в European TMS News, 4 июля, Папа Франциск объявил, что у него есть намерение посетить Москву и Киев как можно скорее. Глава Ватикана регулярно разговаривает с президентом Украины Зеленским, но хотел бы посетить Путина, прежде чем отправиться в Киев. Он считает, что он может быть нейтральным агентом, который мог бы убедить Путина положить конец войне по другую сторону линии. В Москве по-разному реагируют на эту идею. В российском министерстве иностранных дел большинство выступает за такой визит. Даже в администрации президента. Реакция довольно позитивная, и они положительно относятся к этому спорному предложению. Но это не относится к ФСБ и военным. Это совсем другая история, и вмешательство Франциска воспринимается по меньшей мере с подозрением, а чаще всего с полным нежеланием. Главным действующим лицом этого дипломатического шага является глава Всемирного союза старообрядцев Леонид Севастьянов. Севастьянов имеет доступ к Папе Римскому и пользуется его высоким уважением, и это тот, кому верховный понтифик прислушался бы, когда речь заходит о России. Он также является тем, кто лоббирует администрацию президента в России, продвигая идею о том, что Ватикан является единственным нейтральным государством, а затем единственным, кто может выступать в качестве подлинного посредника. Леонид Севастьянов – сильный христианин, который твердо верит, что его духовная миссия состоит в том, чтобы сделать все, что в его силах, чтобы положить конец войне. Но более жесткая оппозиция исходит от русской православной церкви, московского патриарха Кирилла. Кирилл является убежденным сторонником войны и оправдывает ее, как и некоторые религиозные лидеры в России, необходимостью защиты христианского мира от декадентского запада, развращенного культами и язычниками. Послание, которое воспринято Кремлем. Его самый большой страх – увидеть Папу Римского, приезжающего на его территорию с проповедью мира. Еще до войны Кирилл выступал против прихода главы Ватикана, и тогда причина была ясна. Кирилл плохо воспринимается верующими и почти не привлекает никого или очень немногих, когда он появляется публично. Если Папа Франциск приедет в Россию, вполне вероятно, что он привлечет тысячи христиан, чтобы поприветствовать его, что определенно подорвет имидж Крилля в стране. Значит, Крилл активирует свою сеть за кулисами, чтобы помешать Севастьянову добиться успеха, что не без риска для последнего. Кирилл – бывший агент КГБ и не отступает от грязных трюков для достижения своих целей. Севастьянов, который на самом деле является бывшим коллегой Кирилла и много лет работал директором благотворительного фонда Святого Григория Богослова, крупнейшего православного фонда в Москве, основанного Кириллом и митрополитом Иларионом. Он недавно заявил, что поддержка войны московским патриархам должна рассматриваться как ересь с религиозной точки зрения. Это далеко не скромное заявление. Сам Иларион, который считался вторым номером русской православной церкви и был председателем отдела внешних церковных связей московского патриархата, недавно был понижен в должности и отправлен в небольшую епархию в Венгрии. Нет четкой интерпретации этого понижения в должности. Некоторые говорят, что Иларион был против войны и был наказан за это. Другие говорят, что Кирилл видел в нем угрозу, поскольку он был в состоянии заменить его на посту патриарха. И некоторые говорят, что это для того, чтобы у него было лучшее положение для лоббирования интересов русской православной церкви на международной арене после того, как Кирилл попал под санкции Великобритании и едва избежал санкций ЕС, благодаря вмешательству Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, в последнюю минуту. Тем не менее, если дипломатия Севастьянова рискована для него самого, она также устойчива. Севастьянов продолжает настаивать на этом с февраля, заручился поддержкой верховного понтифика и сейчас добивается прогресса в Москве. Конечно, даже если ему удастся доставить Франциска в Москву, большой вопрос в том, окажет ли это какое-либо влияние на то, что скажет Владимир Путин.